Я прогнозирую, что она легко, очень легко достигнет 10 или даже 20 долларов. Я думаю, она сразу же, очень быстро взлетит до этих отметок. Если это то, что случится, и если произойдет урегулирование, то его судьба – это что-то между 10 и 35 тысячами долларов за монету. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня я хочу поговорить об этом видео, начало которого ты уже видел в моем ролике. На видео ты видел директора частного инвестиционного фонда Джимми Увелли, а не какого-то простого парня со своим субъективным мнением, как я, например. Достаточно интересно, что он сказал, что 10-20 долларов для XRP – это та отметка, которая преодолеется легко и быстро. Я хочу показать вам полное видео, а не просто отрывок. Это видео я увидел в твиттере JamesRuleXRP. На всякий случай скажу это, то мало ли. Итак, давай послушаем этот клип полностью. Кстати, надеюсь на твою поддержку лайком и подпиской. Совсем скоро мы уже достигнем круглой цифры на этом канале. Это очень круто. Куда, по вашим ощущениям и вашему мнению, пойдет XRP спустя месяц после регулирования? Мы верим, что последняя преграда для регулирования XRP – это судебный иск всех. Решить этот вопрос можно разными путями, но любое решение закончится регулированием. Мы знаем, что это неизбежно. Я буду очень удивлен, если спустя квартал мы все еще будем топтаться на этом этапе. Я думаю, положение в мире такое, что нам просто необходимо такое решение, как XRP, для решения проблем ликвидности. Такое решение нам нужно скорее раньше, чем позже. Итак, магическим способом мы решили судебный вопрос. Куда же отправится цена? Я прогнозирую, что она легко, очень легко достигнет 10 или даже 20 долларов. Я думаю, она сразу же, очень быстро взлетит до этих ответов. Но что нужно для этого сделать? Чтобы XRP стал глобальной мостовой валютой центральных банков. Это должен быть нейтральный актив, с помощью которого банки будут передвигать одну цифровую валюту в другую. Если это то, что случится, и если произойдет урегулирование, то его судьба – это что-то между 10 и 35 тысячами долларов за монету. И наши жизни наверняка изменятся. После просмотра этого видео у меня очень много комментариев. Во-первых, если цена XRP достигнет двухзначных чисел, я готов продать 80% всего, что у меня есть. Моя стратегия подразумевает, что 20% активов, которые я держу в долгосроке, я продавать не буду, скорее всего, вообще никогда. Я могу себе это позволить, думаю. Это мой личный выбор и риски, которые я беру на себя. В случае с биткоином и так понятно, почему я собираюсь оставить как минимум 10 монет навсегда. Ну а в случае с риплом – это ведь не просто токен XRP. Рипл, леджер – это множество функций. Это ликвидность по требованию, децентрализованная биржа, решение существующих проблем в трансграничных платежах, микроплатежах и так далее и тому подобное. Очень много функций, которые делают рипл таким перспективным, с надеждой на то, что он будет одним из доминирующих активов в будущем. Но тем не менее, тем временем, все остальные сфокусированы только лишь на цене. О нет, XRP еще не достиг доллара. Без понятия, как на самом деле правильно, но я думаю, что хорошие инвесторы думают о будущем актива. Покупаем активы, которые никто не хочет покупать. Продаем активы, которые хотят купить все. Так и зарабатываем свои деньги. Во-вторых, прогноз в 10 тысяч или 35 тысяч долларов – это очень смело. Я бы назвал такой прогноз не финансовым советом. Конечно же, в криптовалюте может быть все, я уже ничему не удивляюсь. Вспомнить только, как в прошлом году при цене биткоина в 4 тысячи долларов прогнозы в 50 тысяч многие тоже воспринимали как фантастические. Теперь же он стоит 54 тысячи долларов, а его капитализация превысила триллион долларов. Впервые в истории, кстати. Тем более, если мы говорим о цене 10 долларов за XRP, это уже совсем не фантастическая цифра. И мне приятно думать о том, что он может столько стоить. Но я не буду гарантировать, что это произойдет. Мне достаточно и той ненависти, которую я получу, как только нажму кнопку опубликовать, и это видео станет публичным. Я просто предупреждаю тебя, если ты посмотрел выступление этого человека, не беги брать миллион кредитов, которые будешь отдавать вечности, тем более не продавай жилье, чтобы потом не жить в коробке в ожидании 35 тысяч долларов за токен. Вот это будет настоящим безумием. Просто хотел показать тебе это видео, так как оно меня зацепило. А я всегда делюсь с тобой на этом канале тем, что зацепило лично меня. 2021 год начался просто отлично, биткоин взрывается, альткоины растут направо и налево, и только XRP уперся в этот судебный иск. Все боятся его покупать, хотя по идее покупать надо как раз во времена страха, а не во времена эйфории. Думаю, так же, как и в 2017 году, сейчас люди покупают или начнут покупать, когда активы дадут сотни, а то и тысячи процентов. Могут ли эти активы продолжить расти? Конечно. Но какова вероятность, что последует падение? Очень высокая. Поэтому я покупаю те монеты, которые еще не успели показать параболический взрывной рост. Я перестал покупать биткоин, но не потому, что не верю, что он не будет расти и дальше, а потому, что это уже выходит за рамки моей стратегии. Я уже и так скупил его сколько мог, когда он стоил от трех до двадцати тысяч долларов. И накупил много. Короче, покупай актив, когда остальные не хотят его покупать. Что касается дела SEC против Ripple, на самом деле я в сотый раз убеждаюсь, что этот иск искусственно созданный, а само дело фактически сфабриковано. К примеру, сегодня комиссия по ценным бумагам и биржам США переподала иск против Ripple, изменив его положение. Теперь она обвиняет руководство Ripple в манипулировании ценой XRP. А мне вот интересно, а кто будет подавать в суд против SEC, которая сейчас занимается абсолютно тем же? Манипулирует ценой XRP. Нужно срочно создать комиссию по надзору за комиссией. Адвокат Джереми Хоган в новом видео прокомментировал изменения виски против Ripple. Он сказал, что попытка SEC выделить отдельных ответчиков в этом деле странная, ведь обычно SEC не преследует лиц, связанных с компанией. Кроме того, комиссия требует предоставить переписки с юристами, которые, по словам Джереми, вообще-то защищены как персональные данные. Однако, если SEC получит доступ к таким перепискам, это может нанести еще больший вред делу. Опять же, исходя из слов Джереми. Очевидно, что SEC пытается сделать эту схватку еще более жесткой и с еще более плачевными последствиями. SEC, как озлобленная собака в пене, становится все агрессивнее и безумнее. В оригинальном документе, в котором SEC описала изменения в своем судебном иске против Ripple, в конце, во вкладке итоги, мы находим следующее словосочетание. Цифровой актив – ценная бумага под названием XRP. В декабре они отрицали, что XRP – это цифровой актив, зато предъявляли, что он ценная бумага. Но уже спустя два месяца XRP – это уже и цифровой актив, и ценная бумага. Я не знаю, что творится с комиссией, но похоже, крыша совсем поехала. Других комментариев у меня просто нет. Извините за грубость и не поддавайте на меня в суд, но я здесь выступаю в качестве доктора, и если доктор ставит диагноз «сумасшествие», это не оскорбление, это просто описание болезни. На этом все, с вами был доктор Богатейший Ди. Подписывайтесь на мою больницу, обязательно ставьте лайки моим диагнозам. Богатейте. Увидимся в новых видео. Пока. Вы не понимаете банковскую концепцию. Все банки разваливаются. Сантендер, Дойче Банк, Королевский Банк Шотландии – все они разваливаются. Почему же это происходит? Потому что мы имеем то, что называется частичное банковское резервирование. А значит, банки могут давать в долг деньги, которые они в действительности не имеют. Это уголовный скандал, который происходит уже слишком долго. Большинство проблем начинается в политике и центральных банках, которые являются частью этой политической системы. У нас есть контрафакция, ту, что вы иногда называете количественным смягчением, но в то же время скрываете это под другими именами. Это искусственное печатание денег, за которое вы посадите любого обычного человека на очень длительный срок. Тем не менее, правительство и центральные банки совершают это преступление постоянно. Это центральные банки. Центральные банки, комиссары, манипулируют процентными ставками. Когда банки разваливаются из-за собственной некомпетентности и хитрости, налогоплательщик по сути оплачивает это. Это узаконенное грабительство налогоплательщика. И пока мы не отправим всех этих банкиров, центральных банкиров и политиков в тюрьму, это будет продолжаться. Продолжение следует...